В меде, медь плюс натуральный, у вас получится прям такой грязный хаки, прям цвет бутылок, ну, камуфляж. Вот скажите, медный, вот пришла девушка, у нее седина 70%, хочет медный. 7.34. Значит, берем 7.34 плюс 7.3, и на выходе она будет 7.34. Помните, в самом начале мы с вами обсуждали, как закрасить себе волосы? Берем выбранный оттенок и добавляем либо натуральный, либо золото. В тайме добавления натурального в медь даст цвет хаки. Соответственно, в тайм мы добавляем в медь золото, а не на дурал. Просто золото 7.3. Так, возвращаемся. Скажите, пожалуйста, как звук, как картинка. Напишите, пожалуйста, обратно в связи. В салоне на третьем этаже. Я думаю... Дома? Ну, в данном случае, конечно, при пигментации либо лечения можно было бы сделать. Но так мы добавим еще в таймирующий наш состав, в тайм мы добавим еще немножечко кейбонда, то не обязательно. Мы кейбонда добавим. Потому с кейбонда все будет замечательно. Александр, напомню, он здесь... У нас такого кейбонда нет. Немножечко стушевываем на границу, чтобы убрать вот этот вот восьмой уровень, сделать его ближе к 9.5.9. И чуть-чуть не реализовать, чтобы все смотрели, да. Вопрос. А вот кейбонд у вас есть в ампу маленький? Это просто доза на... А кейбонд у нас только в ампуах? В лечении все дали он на носивайте. Я только хочу. Вторая часть, это завершающий этап кейбонда. Сейчас про кейбонд отдельно я с вами тоже поговорю. Расскажу вам его. Первую часть сам по себе мы не используем всегда только со второй частью. Вторая часть универсальная, можно использовать в качестве бальзама, в качестве интенсивной маски, интенсивного восстановления без первой части. Но первая часть всегда со второй. Вторую можно саму по себе отдельно. Первую часть всегда в привязке со второй. Да, неважно. Делаете вы процедуру ухода, делаете вы во время окрашивания и обеспечивания, вы всегда заканчиваете второй частью. Делаете вы как уход, или делаете вы после водительства или после напрямления. Если вы используете первую часть Киевонда, капсулу, то обязательно завершающийся вторая часть. Сашенька, что наносим на середину? Это же. Ничего не меняем, это же. А что наносили? Ну-ка давай по цифркам. 101 направление. Спецблонд 101 на 40 волюмах. И обратите внимание, как хорошо у нас поднялась натуральная база. Пятерочка своя натуральная была. При этом, как я уже говорил, краситель низкоаммиачный. Всего лишь 2,7% содержания миака в красителе. При этом очень хорошо поднялась натуральная база. Пятерка, она не загорелась. Посмотрите, они не желтые корни. Они прям хорошие, нейтрально бежевые. То есть это та же самая миска? Это же миска, ничего не меняем. Нет, это не та же самая. Ага, что-то намешали. Пока нас отвлекали, в эту миску добавили. Что-то добавили, да. Саша, расскажи, пожалуйста, чем красим? Какой краситель и как он называется? Краситель тот, о котором мы с вами поговорили на первой части семинара. Кромакей Мульти Бенефит. Это наша рабочая лошадка. Это наш основной краситель. Взяли спецблон 101 направление. Единица пепел в нашей линейке. Причем не интенсивный пепел, просто пепельное направление в спецблонде 101 направление. На 40 волюмах, 1 к 2. Своя база была 5,0. Создаем нейтральный беж на корнях с плавным-плавным переходом. Убираем интенсивную желтизну, которая у нас была 8,3 в переходной зоне, выводя на 9,13, 9,31, создавая более корректный фон осветления. Потом протонируем в приятный такой персиково-карамельный оттенок с легкой розовинкой. А в циферках? А в циферках у нас будет пинг-пич и лайт-муд. 65-й и 85-й. А сколько по времени держали? По времени... Гуль, сколько мы держали по времени? Когда мы закончили? Держали полчаса, сейчас дон наносим чуть-чуть на длину и держим еще 20 минут. 25. Все вместе 50 минут. Спрашивают, почему той же формулы с седину? А, середина, середина, прошу прощения, это у меня... Зачем вы усложняете себя жизнь, скажите мне, пожалуйста. Зачем разводить 10 формул вот на такую базу? Нет, ну ты нам расскажи. Не надо нам вопросы задавать. Переход очень мягкий, переход, да, совершенно верно, не контрастный, не сильно выраженный. Если был бы переход очень контрастный, очень сильный и непонятно какой, конечно, мы бы работали с разными составами. Но в данном случае зачем? Когда он переход очень мягкий, полос никаких нет, но просто очень интенсивное золото по длине. И в ход осветления буквально на один тон, не на много, на один тон темнее. Мы хотим просто его чуть-чуть приподнять и чуть-чуть почистить, приглушив золото. Время выдержки, соответственно, уже на длине будет чуть-чуть меньше. Далее на длину мы краску не наносим, наносим просто вот на эту зону, которая была окрашена в прошлый раз, слегка ее подчищая. Нанесение уже не аппликативное, не сильное, а более стягивающее. Таким образом мы создаем главный переход без жестких контрастов. А конце будет тайминг, да? Да, тайминг полностью все протонируем. Мы сейчас смоем и полностью протонируем тайминг все волосы. На 10 минут, потому что мы будем делать интенсивное тонирование, непостоянное интенсивное тонирование и тайминг деми. Про него мы сейчас с вами еще не говорили. Сейчас отдельно поговорим про этот краситель. Мы говорили про тайминг классический. Сейчас поговорим еще про тайминг деми. Деми это тот краситель в тайме, который не поднимает натуральную базу вообще, но в данном случае для нашей модели это не принципиально. Но в тайминг деми очень много уходовых компонентов и волосы после тонирования тайм деми в идеальном состоянии такое ощущение, что они не крашены вообще. Они прям шелковые, блестящие, послушные, шелковистые, плотные, да. Поэтому это тот краситель, который совмещает в себе и окрашивание, и уход. У него время выдержки практически всегда 10 минут, но пропорции смешивания разные в зависимости от того, насколько интенсивный оттенок мы хотим получить на выходе. Если нужно в тайминг деми получить оттенок максимально интенсивный, как в палитре, плотный, насыщенный, интенсивный, то пропорции смешивания будут 1 к 1 на 6 либо 10 вольмах. Если оттенок нужно получить более прозрачный, то пропорции смешивания будут 1 к 2, 1 к 3, 1 к 4 и 1 к 5. Тайм деми – это тонирование. Тонирование постоянное или тонирование интенсивное? Интенсивное тонирование тайм деми 1 к 1, 1 к 2, постоянное тонирование 1 к 3, 1 к 4, 1 к 5. Седину не закрашивает? Тайм деми нет, конечно, ни в коем случае. Тайм деми нет. Тайм деми – полуперманентный краситель, который работает только для тонирования, без поднятия натуральной базы вообще. Держится? Держится от 6 до 8 недель. Ну, это же разорение, например, по-первых. Почему разорение? Пришла клиентка в следующий раз через месяц. Мы можем прокрасить только корни. Через 2 недели мы ее красим просто корни, а на длину мы можем сделать РЛ, как оксидативное ламинирование. Опять же, уход можем сделать между окрашиваниями. Уход. Да? При этом мы упрощаем себе работу, но не уменьшаем средний чек при этом. Наоборот, клиент будет ценить качество волос, качество оттенка, которым он ходит на протяжение. Просто самая сложная всегда работа – это блонд, естественно. Если клиентка приходит к вам и говорит, слушай, меня всегда красит, у меня плод смывает очень быстро, у меня очень сильный пигмент, не все мастера говорят. Через 2 недели я желтая, а после вас она приходит через месяц, через полтора месяца и говорит, слушай, я первый раз так держу, у меня держится так цвет, прошел месяц, я не смылась, у меня красивый пепел и так далее. Да, это в любом случае будет ваш коллегат, он уже никуда не денется. Кто работает на тайне? Я чуть-чуть. Мамы, мама, я кричу. Задавайте ваши вопросы. Александр обязательно ответит. Мы с вами сейчас поговорим про тайм, про мужское тонирование, про капуляж мужской седины. Дальше такой актуальный вопрос, на мой взгляд. Изумительно. Изумительно. Да, очень натурально, очень естественно, не видно никаких границ, когда отрастает свой цвет, свой волос. И опять же, очень быстро, что правильнее и корректно для работы с мужским залом, с мужским контингентом. Да, потому что никто из мужских клиентов, из мужского контингента, не будет сидеть с окрашенными волосами перед зеркалом полчаса. Это некорректно, это неудобно, это некомфортно. Да, да. Там даже не видно, что волос окрашены. Вообще не видно. Выглядит натурально. Да. Встречается крайне резко. Вот вы. Саша, ну на конце нужна предпигментация? Если бы мы сильно затемняли, тогда, конечно, нужно было бы делать предпигментацию. Так как мы затемнять концы не будем, просто сделаем цвет поплотнее немножечко, поинтенсивнее, но это буквально будет на один тон, не на много. Поэтому будем работать без предпигментации. Скажи, пожалуйста, страну производителя, красителя. Италия Ивановна. Как ощущения? Не сильно жев кожа? Вообще не жев. Заметьте, 40 волюмов, 12% спецблонд. Очень жев. Что такое предположение, кому жев? Неприятных ощущений после краски никаких нет. Ни дискомфорта? В нашей марке есть еще такой вот уходовый компонент, который называется, из линеечки термаль, называется тоник и пилибрен. Если клиентка с очень чувствительной кожей, у которой проблемная кожа, возможно, аллергия, возможно, псориаз. Псориаз, вообще очень такие сложные клиенты в плане окрашивания, потому что, вот, даже на полутора процента кожа жевает очень сильно. Прекрасно, тогда будет очень хорошо отслаблен. Тоник и пилибрен. Прекрасное средство, перед окрашиванием, наносим на кожу головы, хорошо пальчиками втираем, без времени выдержки, без смывания, поверх делаем окрашивание. Раздражения не будет, шелушения не будет, сильного жжения тоже не будет. Очень удобно. Тайм, да? Пилифит любое окрашивание. Перед окрашиванием тоник и пилибрен на кожу головы, пальчиками хорошо втираем и поверх уже делаем окрашивание. На цвет не влияет вообще никак, но при этом не раздражается кожа головы. Для аллергии, для чувствительной кожи это, конечно, идеальный вариант. Ну, а я и технических продуктов, что бы ты посоветовал, из-за технических продуктов для яркого суперосклероза. Для яркого окрашивания, для окрашивания в темные оттенки, чтобы не было по краевой, соответственно, ничего видно. У нас есть такой барьерный крем, перед окрашиванием у нас и барьерный крем. Ты не понял, я не к этому клоню. Я про барашки? А, так это отдельно вообще. А у меня вопрос по поводу камуфляжа. Да, вернемся к камуфляжу, о чем мы как раз начинали с вами говорить и не закончили, вернемся к камуфляжу. Камуфляж делается тоже таймом в нашем. Обычным. Обычным таймом, совершенно верно. Выбираем оттенки из натурального ряда на один уровень, светлее того, что есть у нашего клиента. У клиента база семерка, берем восьмерку. Для тонирования? Для камуфляжа мы можем сделать. Да, тонирование камуфляж. Не пиши, у нас в тетради все это есть, не пиши. Где есть? В меню специалистов? В рабочей тетради мне пиши. А, это написано, вспоминаю. А, это да. Механическая память она работает, да. А камуфляж оксидативный? Камуфляж оксидативный, да. Но так как краска практически безаммиачная, то фон осветления свой не поднимается вообще. Соответственно, клиент приходит через месяц, через полтора, эффекта отрожших корней нет вообще. Поэтому в этом плане, конечно, можно не переживать, что он оксидативный. Обычно, когда камуфляж оксидативный, через полтора месяца загорается под осветление, получается некорректное все-таки окрашивание, некорректный вид. В данном случае с таймом такой некорректной работы не происходит. Для камуфляжа мы берем оттенок из натуральной базы, из тайма, классической палитры, на один тон светлее, нежели есть у нашего клиента. И с пропорцией три части этого цвета, одну часть корректора грей-грей из мульти-бенефита. Три к одному. Три части натурального ряда тайм, один часть грей-грей мульти-бенефит. Это для камуфляжа сидерин. На один уровень светлее того оттенка, который есть у нашего клиента. Он пришел семеркой, берем восьмерку. Он пришел шестеркой, берем семерку. Из пропорции один к одному, один к полутора на десяти волюмах. Один к одному, один к полутора на десяти волюмах. На влажные волосы, вымытый шампунем, отжатый полотенцем, прям на мойки, наносим эту смесь. Выдерживаем от пяти до максимум десяти минут. Смотрим по интенсивности проявления цвета. Нужен плотный камуфляж, 8-10 минут. Нужен очень легкий пастельный камуфляж, ну, такие минуты, достаточно. Смывается очень мягко, очень естественно. Держится примерно 3-4 недели. Мягче. Мне хорошо хорошо, что мягко смывается, что не потом отросший полотенцем. В том-то дело, если бы ты держалась 8 недель, конечно, корни подрастали. Это было очень сильно видно, причем видно полотенцем. Я не сказал, что у меня слов сряз, и на голове часто просто адово это вычесывается. Вот, и вот, кстати, иногда раньше практиковал такое, что просто красил себя в свой же тон, наносил на корни и держал краску. Она у меня сразу, где здесь открытый, где вы хотите, нельзя, да, в кровь попадаете. Ну, конечно, там просто. Это просто чешуйки, компилинг. Да. Отлично. С нашим красителем смыслом. Ваши, ну, в принципе, нет, в вашу пробу, я хочу попробовать сделать грей-грей. Да? Идеально будет на 6-й волю. На 6-й волю, да. Отлично. А перед этим сделать пилинг, конечно. Либо можно сделать как коммуляж, взять там, в данном случае 6-0 я бы взял. 6-0 плюс грей-грей и буквально в 5-7 минутах на моечке, на влажные волосы. Получается натуральная база плюс грей-грей. Натуральная база плюс грей-грей. Один, а пропорция какая должна? Три к одному. Три части натуральной базы, одну часть грей-грей. Три к одному. Три к одному, да? Да, три к одному. Плюс 10 волю. А, точно. Саша, скажи, пожалуйста, значит, по поводу камуфляжа. Работает как ретушь или напрочь закрашивает? Нет, работает как ретушь. Если ты хочешь напрочь закрасить, ты берешь там в чистом виде. Да, и красишь. Да, и получается у тебя как стойко окрашивание. Еще золотнее ты хочешь, пожалуйста, добавляешь больше грей-грей. Или добавляешь грей-грей. Мы говорим про камуфляж. Можно показать по поводу камуфляжа эти, хотя бы как выглядит? Все. Есть? Похожий тюбик, да, идет по-хожий тюбик. Таймл. А, вот вижу, вот я вам показываю, фотографируйте. Причем там надо 3-5 минут, реально, 3-5 минут. Если ты ходишь менее, как тебе сказать, больше, как ты можешь, как ты взял, ты берешь по салько-мфляжу, ты берешь GG-корректор вот этот вот, берешь 1,8-активатор, смешиваешь, например, 1 к 3 с активатором, делаешь 1 к 1,1 к 1,1 к 1,5. На влажные волосы, после мытья, после шампуня, на влажные волосы, на мойки. И держится? И держится 3-4 недели. А если подольше? А зачем? Да, подольше. Будет же видно, когда будет отрастать. Зачем? А ну да, психологично. Лучно-влажные? Лучно-влажные. Получается, мягче, когда отрастает. На сухие, более плотное получается покрытие. Саш, камуфляж работает только на мокрые волосы? Камуфляж и на мокрые, на сухие работают, но на сухие будет все-таки камуфляж ближе к плотному покрытию, ближе к окрашиванию. Если мы говорим именно про камуфляж, про редуш, тогда, конечно, на мокрые волосы. В зависимости от того, какая задача. Если нужно прям плотно закрасить, но плотно закрасить в мужском зале, это будет некорректно через 2 недели, когда будут корни отрастать. Нужно максимально плавно, максимально рельефно создать окрашивание образа, максимально рельефно, естественно. Поэтому лучше, конечно, на влажных волосах работать. Смотрите, пожалуйста, два примера. Вот вы от них и отталкиваетесь. Эти самые, ну как бы самые такие, как вам сказать, основные, самые востребованные два примера, когда полегче камуфляж и поплотнее камуфляж. И больше ничего не придумали. Да. А где такой брошюр можно? Дадут. Это меню специалиста наше, но это не брошюр, а целая тетрадь. То есть то, что мы вам сегодня показываем, это все в одной тетради. При заказе, наверное, да, отправляется на почту. А можно нам хотя бы, чтобы онлайн скинуть все на почту? На почту. Почту. Зачем я вам пришла? Почта все пришла, зачем? У меня только там нужно. Саш, вопрос. Технику пробовали тонировать камуфляжем? Не понял вопроса? А, они спрашивают о том, что пробовал ли ты, как бы его использовать в этом как бы сортаве для тонирования вот именно таких серых оттенков. Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, я поняла вопрос, я тебе хочу сказать, что многие вообще пробуют тайн именно на камуфляже и потом уже с ним играют. Да, делают поплотнее, посерее, попрозрачнее, понимаешь, да? И делают это для того, чтобы, ну, как бы кому-то корни закрашивать в серый, да, на уровне семерки-восьмерки. А если мы говорим про растяжки, про балаяжи и так далее, мы тогда берем все-таки дэйми перманент, дэйми, silver pearl мы берем, и light steel. Ну, как бы тебе видно, да, Настя? И получаем те же стальные оттенки, можно их усилить, можно между собой смешать, сделать более серыми, опять же, с помощью grey. Саш, скажи, какой grey? Угу. Grey, да. И еще. А, и другой. И еще обратите внимание, в дэйми перманент есть натуральный ряд 4, 0, 6, 0, 8, 0 и 10, 0. Это как раз вот тайм дэйми, про который мы с вами говорили, который не поднимает натуральную базу вообще. Натуральный ряд можно использовать честновиденно, выходим получится как натуральные холодные оттенки, холодные руссы, как 10, 0, 1, 8, 0, 1, 6, 0, 1 и 4, 0, 1. Соответственно, когда клиент хочет вернуться к своей натуральной базе без окрашивания. То есть вы тонируете вот в эти оттенки, баллон затемняется в эти оттенки, при этом спая натуральная база какая была, такая же остается. Натуральная база у нее затрагивает вообще краска безаммиачная, это очень удобно. Точно так же это можно разводить в более пастельной пропорции 1 к 2, 1 к 3, 1 к 4, 1 к 5, для тонирования обеспеченных полос и создания более плавного перехода при каких-то техниках. А натуральный, как разводится, в каком-то оттенке к 1 к 1? В зависимости от того, какой плотный оттенок вы хотите получить, если он максимально плотный, то 1 к 1. Если чуть-чуть попрозрачнее, 1 к 2, если прям совсем-совсем постоянно обеспеченный волос, но при этом сделать обеспеченные волосы более холодными, оставить такие же светлые, но сделать более холодные, натуральные, 1 к 3, 1 к 4, смотри какая задача. Если нужно затенить, конечно, 1 к 2. Мать, подойдите. Хорошо. Вот смотри, я думаю нажатишь, но это оттенок. Я один раз нажала, потом решила тебе позарить. Это чистый пигмент. У нас примерно такой оттенок и получится, да. Для основы я бы взял 85-го для лосося, дальше добавляем пинг-пич и буквально хорошенький лосося. Вот там красота. Грейн, видишь, он фейнер. Если нужно прям такой искусственный лососявый, без 85-го просто пинг-пич и чуть-чуть 25-го. С 85-го будет более натуральный такой лососявый. Без него более искусственный оттенок. Смотря что. И не Very意. И если можно будет рассмотреть, то я буду так немного сдать тонировку, если вам нужно дать тонировку. И потому что понятно что если седина на отросшей части, то надо ты возьмёшь перманент и таким же модернизм, а тонируешь. Если, например, нет седины и у меня нету задачи поднять свой фон отсветления, но при этом также придать вот этот вот седину, то есть очень просто огромный серо-серебристый или более глубокий серый оттенок, тогда ты просто берешь дэнни приманить. Но по сути, да. Ты берешь, добавляешь туда грей-грей, делаешь тем самым максимально серый нюанс, да, и тонируешь, растягиваешь по длине, как уход, как красный. Можно тонировать камуфляжем, да, как Буда сказала, действительно, можно таким образом. Если мы правильно поняли вопрос, можно тонировать таким образом. Но зачем изобретать велосипед, когда, в принципе, он уже изобретен. Есть тайм-демид для тонирования. Мы можем взять натуральную базу в зависимости от того, насколько мы хотим затемнить, да, нашу технику, там, на 10-м уровне, на 8-м уровне, на 6-м уровне, либо смешать между собой 8-м плюс 10-й, получить 9-й уровень. Добавить туда уже LS готовый, light steel, да, такой серебристый оттенок. Натуральный, холодный, плюс серебристый оттенок. На выходе мы получим как раз вот эффект седины, эффект такой кастрюлики, натуральной красивой кастрюлики, но в зависимости от того, сколько мы LS добавим. И получим как раз и тонирование после техники, и рельеф останется, и при этом обесеченные волосы полностью не затемятся, и натуральная база не вздернется вообще. То есть можно работать с уже готовым продуктом. А так как в тайме-деме еще очень много уходовых компонентов, мы шампунем и консервируем. И приходим обратно, тонируем ее здесь или тонируем? Как это мы тонируем там на мойке, сейчас я разведу состав и прям там нанесу. Ты придешь, сейчас они все от того пойдут, не надо. А, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Идеально. Он жидкий. Он как вода. Расслой большой, да? В чистой гиде расслой большой будет, да. Можно в РЛ добавить, в МНН добавить прозрачный, который нашел. Можно в муки добавить. Можно в бальзам добавить. Работает по принципу белого листа. Вот тот цвет, который видимо в моечке, примерно такой же цвет будет на волосах, учитывая фон осветления. Как любой прямой пигмент. Как прямой краситель. Смывается? Да, да. Смывается очень плавно, естественно, в зависимости от того, насколько концентрированный цвет. Чем более насыщенный, будет дольше держаться. Менее насыщенный, быстрее смоется, естественно. В зависимости от того, насколько постоянное или плотное его сутонирование. Но хэппи это как раз те пигменты, которые работают и в чистом виде, которые работают с любой маркой. Вообще не только с нашим себе, это можно добавлять любые шампуни, в любые маски, в любые бальзамы. Таким образом вы создаете домашний уход, поддерживающий тот цвет, который вы создали в салоне. Допустим, вы прокрасили клиента в салоне. Создали какой-то универсальный цвет для этого клиента. Индивидуальный цвет для этого клиента, смешав несколько оттенков. И этот цвет... Один грамм. То есть от десяти нажатий до пятидесяти нажатий. В зависимости от того, сколько у вас граммов... Ну, секунду, да? Да. Пусть больше нажимать, чем тонировать. Один грамм. Один грамм. Один грамм. Один грамм. Один грамм. Вы подобрали шампунь, допустим, для объема клиента и сделали индивидуальный цвет, в зависимости от того, какой цвет вы создали на волосах. Продолжение цветов в уходе уже. Шампунь в салоне? Ну, да, да. В шампунь и в маске, в бальзам. Ну, мне кажется, что в маску... У вас получается индивидуальный уход. Лучше, конечно, в маску, да. А если мы донируем даиндонин, а нам все нужно нейтрализовывать что-то? Смотри, какая у вас задача стоит В принципе, если у вас была изначально какая-то желтая база Хотите создать более холодный, берите там дым Более холодные оттенки, все И уже получится на выходе холодный Вот первое направление, прям хорошее натуральное пепельное направление Ну и второе, оно в палитре более розовое На выходе по пигментному соотношению Ну, примерно как шестнадцатое направление Пепельно-перламутровое Не перламутрово-пепельное, а именно пепельно-перламутровое Более холодное Поэтому дополнительно еще чем-то нейтрализовывать нет необходимости Они и так холодные это итальянский бренд mc bet прямой эфир из хранина в ленте переходите смотрите нажимайте на ссылочку на бренд попадаете бренд и задавайте вопросы лучше чем забыл пока я разведу цвет для тонирования для модели 85 еще должна быть вторая модель да там по-моему темные оттенки если не шива